так дорогие друзья здравствуйте сегодня мы с вами поговорим о триммерах о том как выбрать пример для себя для своего усадебного участка дача дом в общем триммер для небольших работ 20-25 часов в год если вы работаете вот поговорим об этих триммеров профессиональный триммер мы сейчас не будем трогать это как бы не наш вариант профессионалы выбирают для себя сами мы коснемся бытового инструмента и сейчас более подробно об этом поговорим первое какие вообще бывают триммеры триммеры бывают двухтактные бывают четырехтактные бывают целые то есть когда у нас штанга идет целая не бывает 1 форму когда у нас штанга делится по полам двухтактные триммеры это у нас триммеры которые оснащены двухтактным двигателем то есть для того чтобы он работал смесь надо приготовить надо бензин развести с маслом четырехтактные триммеры как данный примеру вариант заливаете чистый бензин заливаете отдельно масло и соответственно никакого разведения нету все происходит уже в самом внутри мотора работает как машину можно сказать вот такие триммеры более спокойные более тихий но об этом еще поговорим начнем разговаривать с вами с катушек и постепенно пойдем к двигателю вот будем так сказать коснемся какие катушки бывают и по штанге по штанге по пойдем на двигателю первое с чего мы начнем разговор это так сказать катушки кожуха и пойдем дальше когда вы пришли в магазин вы начинаете для себя смотреть триммер как правило если вы для дачи смотрите вы начинаете с небольшой кольцевой категории там 5 6 7000 чуть чуть может повыше все триммеры которые имеют небольшую стоимость там 678 тысяч на них стоит самая простая вот как в данном варианте в данном в данном случае самая простая катушка эти катушки они слабые недолговечные и скорее всего вам придется ее в скором времени поменять конечно не можно работать какое-то время аккуратно не цепляя забор и не цепляя какие-то метки она конечно послужит так также эти катушки тяжело заряжаются триммеры которые уже больше 10 тысяч стоит примеру как вот данный вариант эхо стоит примерно 14000 здесь уже конечно катушка стоит хорошая около тысячи полторы стоит сама катушка более долговечная более прослужит короче дольше и проще заряжать и дальше кожухи ну и редуктора редуктора соответственно примерно на которой 10 и чуть повыше они одинаковые очень высокого класса тут конечно внутренняя начинка очень крепкая если вы не забываете смазывать прослужит много много лет редуктора которые на более дешевых вариантах 67 тысяч они конечно послабее внутренняя начинка я имею ввиду пара 6 6 они конечно послабее но при этом если вы их смазываете регулярно не забывайте это делать тоже служит я думаю в бытовых условиях 5-7 лет вполне нормальный срок для такого редуктора и соответственно всех вот этих вот редукторов тоже кожух кожух у нас желательно чтобы он был достаточно большой чтобы поменьше летела когда вы косите травы на вас вот он может состоять из двух частей как вот в данном варианте здесь у нас видите кожух отдельно для ножа и соответственно можно пристегнуть вот эту часть она используется у нас когда вы работаете с катушкой для лески но также может кружок быть и просто литой он у нас от один и для ножа и для лески вот крепится кожух у нас к редуктору как правило для того чтобы ну к штанге и к редуктору для того чтобы он у нас не крутился и не сползал по штанге вниз вот если мы крепится только к штанге это тоже не очень хорошо он со временем будет у вас уходить к верху смотрите чтобы он еще к редуктору тоже у нас крепился штанги штанги у бывают алюминиевые это кстати не обязательно только у дешевых триммеров они и у дорогих триммеров бывают алюминиевые это ничего страшного бывают металлические штанги как в данном варианте также она бывает у нас целая как на вот этих трех бывает разборная разборная соответственно штанга она у нас легче транспортировать такой триммер но соответственно это дополнительный узел который требует к себе определенного внимания смазывать подтягивать необходимо его и соответственно может поменьше прослужить если за этим всем забываешь просматривать вот но в принципе работаю сейчас они уже нормально и стали делать эти узлы вначале конечно не были слабоваться вот и как бы не стоит из-за того что штанга разборная как говорится думаю что триммер плохой нет такого нету сейчас уже просто есть разборными есть целые ну мы как конечно рекомендуем все равно более варианты попроще с целыми штангами они для нас как бы считаются более крупные так дальше идем ниже по штанге смотрим у нас идет кронштейн и ручки кронштейн тоже идет с улуминовый пюраль вот него как правило нельзя перетягивать сильно может отломаться ухо они бывают просто кронштейн крепится к штанге без всяких прокладок бывают еще с вибропогасителем это не столь важный момент на работе не отразится желательно чтобы он был такой по массиве покрепче ну хотя если триммер сам по себе небольшой не тяжелый как в данном случае 400 килограмма вполне достаточно вот такого небольшого кронштейна и он служит годами главное не перетягивайте его вот ручки ручка бывает цельная вот как здесь она у нас будет целая ручка и соответственно вы ее только поменять или повернуть можете целиком с одной стороны как бы недостаток потому что вот эти ручки их можно отдельно настраивать как вам больше удобно здесь конечно же вы только ее можете настроить в одно положение потому что она целая и соответственно при замене допустим если у вас здесь отломится придется менять целиком вот эту ручку или две покупать и менять спорно вот по выключателям здесь в принципе как бы по ручке управления особо никаких претензий они у всех триммеров нормальные даже у таких китайских работают и работают главное туда не лазить ничего не разбирать и все будет нормально работать вот идем дальше по штанге крепления крепления ремня оно бывает металлическое вот такое бывает пластиковое такой узел как бы не особо внимание требует к себе ломается редко стоит недорого даже если придется поменять небольшие затраты идем дальше по штанге смотрим у нас идут колокола это верхний редуктор но или колокол вот здесь у нас идет также вибропогаситель который нам уменьшает вибрацию двигателя то есть меньше передает ее на штангу он везде есть разные конструкции этот вибропогаситель вот ну на китайских его поменять гораздо проще меняете просто колокол 1000 рублей стоит чем наехать примеру здесь у нас полностью вот эту всю чашку придется менять стоит конечно это не недешево но и ломается это редко так идем дальше дошли бы до самого интересного узла это двигатель триммера они мы как раз сейчас поговорим и так дошли мы с вами до самого важного узла любого триммера это двигатель двигателя триммеров как я уже говорил бывают вот так 24 так ты вот чем отличается вот так на 4 как основное отличие то что для работы двух тактово нужно масло-пензиновое смесье мы ее приготавливаем разведя бензин с маслом для 4 тактного этого не надо вот какие преимущества 4 тактного двигателя преимущество это спокойная работа триммер 4 тактный меньше вибрирует легче заводится и служить я думаю тоже подольше если конечно профессиональный ну как бы более достойно сделан двух тактники они посложнее в использовании в том смысле что надо готовить бензин постоянно это все разводить вот и двух тактики служат послабее поменьше но это и в том случае если пример берем одного класса к примеру сравним и два китайских бытовых триммера вот так вот так вот это закон работа если мы берем японский пример выход здесь мастер то конечно приходит здесь на сам двигатель вы придете в магазин смотреть как бы визуально какие-то плюсы или минусы но вряд ли вы определите на что можно обратить внимание это на мощность видно даже как бы невооруженным глазом просто если маленький сам по себе движочек здесь 750 800 ватт вот он конечно же у нас для дачи для дома вполне достаточно если вам какие-то там большие площадя и большими там бурьян это лучше конечно взять помощнее пример вот от полутора вообще триммер полтора-два киловатта мне кажется это самый будет оптимально даже для дома вот если мы рассматриваем китайские варианты если мы рассматриваем конечно японский вариант но здесь вполне достаточно 800 ватт как вот в данном случае вот этого вот триммера эхо 800 ватт достаточно чтобы 7-8 лет вообще без проблем будет служить у вас при этом работая и по 50 часов год спокойно просто ресурс до 800 часов все китайские триммеры они ну служат примеру там до 200 часов 250 соответственно ресурс вот заход закончили мы с вами можно сказать про двигатель дальше идем здесь у нас с вами идет стартер стартера бывают с облегченным запуском это когда внутри у нас дополнительная пружина который помогает нам заводить соответственно такой стартер легче вытягивать и если человек примеру пожилой или женщина то легче заводить бывают стартера с жестким таким пуском примеру вот как на 4 тактики но здесь за счет клапанов ему все равно не тяжело тянуть вот у него здесь жесткий стартер вспомогательной пружины нету она сразу нас цепляет вот бывает еще стартера интересны как на эхо бывает с накачкой меньше данного триммера нету но они уже дорогие тоже до 20 тысяч вот и теперь хотелось бы немножко сказать такой общей информации по поводу брендов выбирая я ни в коем случае не рекламирую сейчас никакие брендами нет такой задачи я за это не получаю деньги вот когда будут не платить я буду рекламировать сейчас я просто хочу сказать если вы берете для дачи нет смысла переплачивать какие-то то большие деньги там даже убрать за 15 тысяч триммер при наших условиях когда все очень дорого если есть денежка конечно хорошо вы можете взять и вы будете доволен но если денежки нет а триммером как правило работают в среднем 20-30 часов в год а кто и работает вообще по 5 по 5 4 часа смысла платить 15-20 тысяч берем китайские триммеры смотрим чтобы более-менее был сделан культурно прилично хорошее литье чтобы было пластика чтобы нигде ничего не висело более-менее знакомые названия чемпион к примеру мастер а пилот я не думаю что вы даже разочаруетесь потому что триммеры в принципе нормальные я давно продаю я знаю их как сервисник я именно начинку внутреннюю их не знаю поэтому не волнуйтесь китайский триммер тоже можно покупать и никого не слушать к тому же в обслуживании они гораздо дешевле обходятся вот на данный момент к примеру эхо редуктор 6000 стоит у китайца стоит один году тысячу рублей вот они и японский китайский все можно сломать mercedes тоже ломаются вот покупаем примеры косим траву вспоминаем нас заходим не допускаем вот такого бы как около магазина заходим на наш сайт ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи пока